Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Этот видеообзор посвящен необычной рыбки, которая не часто встречается в аквариумах любителей. Скат, мотора или глащитый хвостокол. Мотор является пресноводным скатом, благодаря этому он пользуется популярностью среди аквариумистов диковинных рыб. Но стоит сразу отметить, что максимальный размер ската мотора 50 см и 35 см в диаметре. Соответственно, аквариум для этой рыбки должен быть достаточно большой. Принцип 1 см на 1 литр к этим рыбкам не применим. Минимальный размер аквариума 400 литров. При этом важна площадь дна. Очень хорошо, если аквариум прямоугольный. В таком аквариуме можно содержать и несколько других рыб. Обязательно аквариум должен иметь крышку. Моторы достаточно активные рыбки и любят плескаться, разбрызгивая воду во все стороны. В целом скат мотора не особо прихотлив в содержании. И показателем воды температура от 26 до 35 градусов, жесткость от 5 до 20, кислотность от 6,5 до 8. Однако есть и важные моменты. Первое – это обильная подача кислорода. Второе – это частые подмены воды и хороший внешний фильтр. Аммиак и нитриты в воде переносят очень плохо. Оставшуюся пищу следует сразу убирать. Третье – это резкая смена параметров воды. Любой перевод с одних параметров на другие должен проходить постепенно. Стоит учитывать и то, что мотор относится к бесчешуйчатым рыбкам. Его кожа нежная и ее легко можно повредить острыми камушками грунта, гротом или вовсе получить отжог от обогревателя. Многие аквариумисты, содержащие скатов, грунт не используют вовсе или используют мелкий окатанный грунт, иногда песок. Скат очень любит маскироваться в песке, слегка зарываясь в нем, выслеживая таким образом добычу. Отсюда следует, что и растения в аквариуме не особо уместны. Однако можно использовать плавающие или растения с мощной корневой системой. Кормление. Скат мотора в большей степени нуждается в белковой пище. Можно приучить и к промышленным кормам. Однако приучение должно быть плавным. В противном случае скатик попросту останется голодным. В любом случае промышленные корма, таблетки, гранулы и прочее не в приоритете. При покупке ската стоит уточнить, чем его кормят сейчас, чтобы не столкнуться с недопониманием дома. Хорошо едят замороженные корма, филе рыбы и говяжье сердце. Важно, чтобы мясо не было жирным. Скаты достаточно прожорливые рыбы. Нуждаются в двух, а то и трех разом кормления в сутки. По сути, как и мы люди. Совместимость. Мотора спокойная, но хищная рыба. Живущая по принципу, что помещается в рот, то еда. По этой причине к мотору подсаживают крупных рыб, желательно мирных и относительно спокойных. Возможно, содержание нескольких скатов, но тут есть один нюанс. Самцов содержит отдельно самок отдельно. Это связано с агрессивностью самцов по отношению к самкам. Хотя самки крупнее самцов. Разведение. В разведении достаточно сложны. Но если есть сильное желание и большой аквариум, разведение вполне возможно. Для этого в первую очередь понадобится просторный аквариум, усиленная аэрация, чистейшая и мягкая вода и хороший обогреватель. Если эти условия создать удалось, переходим к еще одному сложному этапу. Дело в том, что каждый отдельно взятый скат мотора обладает своим индивидуальным характером. В связи с этим они очень тщательно выбирают себе партнера для спаривания и просто посадить самку к самцу не получится. Это объяснимо хотя бы тем, что даже во время спаривания пара может друг другу нанести серьезные увечья. Обязательно должны быть запасные аквариумы для лечения рыб. Если пара сложилась, действуем по распространенной схеме. Неделю-другую пару держим отдельно друг от друга. Обильно кормят белковой пищей, после чего саживают и немного поднимают температуру воды. Если что-то пошло не так, пару вновь рассаживают и схема повторяется до тех пор, пока пара не спарится. Как правило, если все получилось, самку обильно кормят в течение трех месяцев. Именно три месяца необходимо ждать появления мальков. Учтите, что скат мотора является живородящей рыбкой. После появления малышей самку отсаживают, а молоть пересаживают в 200-300 литровый аквариум. Скармливают молоть той же едой, что и взрослых особей. Однако учтите, что ротики у молодняка маленькие и перед кормлением тщательно измельчить пищу. На этом видео подошло к концу. Всего вам доброго и до новых встреч! До свидания! Обязательно подпишитесь на наш канал! Субтитры подогнал «Симон»!